Не в рамках акции за чистоту, а по собственной инициативе. Мусора за зиму накопилось немало, не только во дворах Новотроицкого, но и на улицах. Жечь траву и листья нельзя. Мусоровозы в село не заклядывали с самого его основания. Каждый из почти тысячи жителей села утилизировал отходы как мог. У меня техника есть маломасская. У сына там драга весь вывозили на свалку на нашу местную. Сейчас говорят будут закрывать ее. Надо утилизировать все равно мусор. Утилизацией с 1 апреля займется региональный оператор. Раз в неделю по выходным спецтехника станет наведываться в каждое из сел Благовещенского района. По графику, а с ним можно ознакомиться в сельсовете, делать остановки у каждой калитки и забирать мешки с мусором у жителей. Для того, чтобы выкинуть мусор, человеку нужно выйти со двора, остановить его. Организованно он должен завязан быть в мешке. Мусор этот. Ну и наши грузчики, конечно, грузчики и перевозчики будут помогать в этом деле, потому что надо соблюсти все техники безопасности. Частную застройку Благовещенска перемены ждут тоже. Только принцип работы сборщиков мусора здесь будет иной. В каждом квартале организуют несколько мест для остановки мусоровозов. Найти самое близкое к дому горожане могут на сайте администрации областного центра в разделе ЖКХ и благоустройства. К ним спецтехника будет подъезжать по определенным дням и в определенное время. Население будет, кто сможет, будет выносить мусор на эту точку. Кто не сможет, скорее всего, оставят пакетик на вот этой точке. Мы его заберем, этот пакетик. Точек очень много, потому что к каждой точке там привязано по 10 домов. Практически на каждой улице примерно по две остановки. Собирать мусор в Благовещенске региональный оператор станет дважды в неделю. Жители платить за вывоз раз в месяц. Новая система призвана не только избавить амурчан от хлопот, связанных с утилизацией отходов, но и сделать улицы городов и сел чище и привлекательнее. Кристина Слепцова, Мария Селезнева, Денис Лугов. Программа «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова